Над созданием доступной среды в Щелковском районе работает Координационный совет по делам инвалидов. Здесь понимают, пара ступенек и отсутствие пандуса могут стать непреодолимой преградой для людей с ограниченными возможностями здоровья. На заседании Совета в администрации Щелковского района обсудили результаты реализации программы «Доступная среда» в прошедшем 2015-м и наметили планы на этот год. Мы начали в прошлом году по «Доступной среде» реально 11%, закончили 45%. Сейчас, по данным районного управления соцзащиты, из 224 муниципальных объектов социальной инфраструктуры 101 доступен для маломобильных групп граждан. В этом году цель минимум – сделать доступными 50% учреждений. Особое внимание на заседании Совета уделили объектам культуры, спорта и образования. Определены 20 объектов образования и проведены объезд уже 9 объектов из определенных. Они были обследованы и по ним были высказаны те предложения и те замечания, которые необходимо устранить, чтобы перевести данные объекты в «Доступные» – это школы и детские сады. Так, до конца июля планируется составить полный перечень объектов, в которых есть возможность провести необходимые работы, обустроить пандусы, подъемники и санузлы. В Селковской городской библиотеке запланировано 600 тысяч по итогам проведения работы. Чуденье станет полностью доступно. На сегодняшний день открыто 30% финансирования. Рассчитываем, что в третьем квартале финансирование будет открыто полностью. Театр – 350 тысяч запланировано, 45% финансирования открыто. При итогам проведения работ, основная часть их будет заключаться в переоборудовании санузлов, учреждение будет полностью доступным. Заместитель руководителя администрации Щелковского района отметил, что помимо мероприятий на районном уровне, программа по развитию доступной среды должна быть рассчитана в каждом поселении вплоть до 2018 года. Обсудили на заседании и предстоящее большое событие – единый день голосования 18 сентября. По проблеме доступной среды было выявлено 19 избирательных участков, которые не соответствовали. То есть были размещены на верхних этажах здания. В настоящий момент в принципе в основном все избирательные участки перенесены на первые этажи. Пока только проблемная эта вжигалова, листопрокатный завод. Выступила на встрече председатель общественной организации «Дети солнца и дождя». Организация действует в районе вот уже два года и своей основной целью ставит защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря усилиям общественной палаты, нашей организации, руководству администрации Щелковского муниципального района, отдельное спасибо Ваугу Алексею Васильевичу, открытие центра реабилитации состоится уже в следующем месяце. А по факту его тестовое открытие уже прошло 16 июня. Обсудили на заседании совета также внедрение проектов доступной среды на базе торговых и жилых объектов. Так, например, управляющая компания ДСЖКХ до конца года планирует обустроить пандусами входные группы 280 подъездов многоквартирных домов.